Проблема утилизации сточных вод крупных городов стоит очень остро во всем мире. Не обошла эта проблема и наш город, город Алматы. Мы сейчас с вами находимся на берегу рукотворного моря, если можно так сказать. А его можно смело назвать уже морем. Мы с вами находимся на берегу накопителя сточных вод города Алматы. Накопитель называется Сор-Булат. Морем я не случайно его назвал, потому что площадь его порядка 50 квадратных километров. Объем около 900 миллионов кубометров воды. Когда-то в этом месте находилась чаша Сор. И с 1972 года сюда стали спускать сточные воды города Алматы. И вот до настоящего времени, вот вы видите сейчас, какая гладь. Длина накопителя это порядка 12-13 километров. Ширина, максимальная ширина 6 километров. Бытует мнение о том, что вода накопителя Сор-Булат ядовитая, что все при соприкосновении с ней погибает. Однако же натурные исследования, да и сейчас мы можем видеть, что на озере, на накопителе, на воде очень много уток. Здесь гнездятся несколько десятков видов водоплавающих птиц. Свои научные исследования здесь проводил Казахский институт зоологии. Выпустил отчет. В этом отчете говорится о том, что в озере водится планктон, в озере водится рыба. И индикатором чистоты этого накопителя является наличие, присутствие здесь озерной лягушки, которая как раз и является индикатором чистоты водоема. Евгений Михайлович Келерман имеет самое непосредственное отношение к проблемам Сор-Булака. Он главный инженер проекта «Схема сточных вод города Алматы». Сор-Булак вызывает много споров, прежде всего у населения. В последнее время очень много идет разговоров о накопителе Сор-Булак. Разговоры идут о прорыве, возможном прорыве Сор-Булака. Я со всей ответственностью заявляю, что принятыми мерами устойчивость накопителя Сор-Булак достаточно. Нашим институтом запроектированы две защитные дамбы. Дамбы эти защищают автодорогу Алмата-Караганда от подтопления. Естественная емкость накопителя еще не исчерпана. И я еще раз говорю, что дамбы, которые построены в настоящее время на накопителе Сор-Булак, являются защитными для автодороги и от подтопления прилегающих земель. Это геологический разрез Сор-Булака. Он представляет естественную впадину глубиной 28 метров. Слева рельеф между речью реки Курты, до которой 18 километров. Вода по каналу безостановочно сбрасывается в накопитель Сор-Булак. Для защиты от подтопления в пониженных местах построены две плотины шириной поверху 15 метров. Высота плотин 6 метров. Они подняли гребень Сор-Булака до отметки 624 метра. Верховой откос закреплен крупногабаритным камнем. Максимальный уровень воды в накопителе гораздо ниже – 620 метров. Панорама бассейна Сор-Булак. Инженерная геологическая съемка подтвердила, что никакой опасности для бассейна реки Курты в настоящее время нет. Скорость фильтрационного потока в сторону реки Курты и Куртинского водохранилища очень мала. А геологические породы достаточно устойчивы. Могут быть спокойные жители близлежащего поселка Акши – центра Куртинского района. Чтобы убедиться в отсутствии опасности прорыва Сор-Булака, проверить теоретические прогнозы ученых, в междуречии бассейна в Курты и Сор-Булака пробурена 21 геологическая скважина. Это своеобразные датчики, фиксирующие уровень грунтовых вод. Пробурены они в разных местах для постоянного наблюдения. Создана специальная служба эксплуатации скважин для контроля за уровнем грунтовых вод. Машины этой службы передвигаются от одной скважины к другой. Минчиль 21. Минчиль 21, ответил 22. Как слышите? Передаю информацию о произведенном замере по скважинам Сор-Булакского гидроэкологического створа. Никаких изменений особых нету. Нету особых колебаний в уровне воды скважины. Значит, в четырех скважинах у нас по-прежнему уровень остается прежний. А в синих скважинах на один сантиметр поднялся горизонт воды. В общем, по установившемуся режиму скважина горизонт воды во всех скважинах. И все-таки жители беспокоят. Насколько прочна плотина, построенная на Сор-Булаке. Проведена независимая экспертиза. Член Всесоюзной экспертной комиссии, профессор Всесоюзного научно-исследовательского института водоснабжения, канализации и инженерных сооружений ВОДГЕО, доктор технических наук Мельник, рассказывает. Я работаю руководителем лаборатории Платин института ВОДГЕО. Это институт Гастроевский институт. Мы занимаемся вопросами юридических сооружений по всему Союзу. По Сор-Булаку мы выполняли по просьбе КАЗГИ-проводхоза ряд оценочных исследований. Можно отметить, что сооружения Сор-Булака сделаны очень хорошо. Наши оценки, еще сделанные в прошлом году, показали, что никакой опасности с точки зрения гидротехнических сооружений Сор-Булак не только не представляет, а, по-видимому, является сейчас одним из образцовых сооружений, в которые можно складировать не только тот объем, который сейчас складируется, 800 миллионов кубов, но и гораздо больше, вплоть до миллиарда, полутора миллиардов. Это не вызовет ни угрозы окружающим землям, ни разрушения плотины, ни землетрясений, никаких других отрицательных последствий. То есть сама гидротехническая часть этого сооружения абсолютно безупречна. Вопрос качества воды, это второй вопрос. Хочу отметить, что по качеству воды здесь ничего угрожающего для окружающих землям тоже нет. Как у озера Сор-Булак, который не является ни питьевым, ни водоснабженческим, а просто условным астоником, через который будет поливать все окружающие поля. Эта земля оживает лишь на короткое время. Пустыня есть пустыня. Весна скоро кончится, и тогда всему живому придется надеяться только на себя. Человек пришел сюда, пришел с добром, чтобы помочь этой скудной земле. Люди начали осваивать эти, казалось бы, бросовые, непригодные для распашки земли. Но специалисты утверждают, будет вода, будут корма. Надо только тщательно подготовить будущие массивы полей, произвести инженерную планировку плантаций. Рабочие взялись основательно. В пустынных землях появилась мощная, самая современная техника. Задействован комплекс различных механизмов, чтобы создать идеально ровные плантации, рассчитанные на машинный полив. Вот почему так старательно готовится каждое поле. Мечтой была вода. Она стала реальностью, как и эта широкозахватная дождевальная техника. Монтируются мощные Днепры и фрегаты. Все понимают, что здесь, в знойной пустыне, необходима в достатке вода. Эта земля может стать щедрой только благодаря орошению. И вот сев на облагороженной человеком земле. В бывшей пустыне инженерно спланированные плантации, куда придет вода из Сурбулака. Одним из методов утилизации сточных вод является использование сточных вод на орошение. Вот как раз этими вопросами, этими проблемами занимается институт КАЗГИ Проводкос, где я работаю главным инженером проекта и занимаюсь как раз проблемами орошения сточными водами. В эти проблемы входит оценка пригодности сточных вод для орошения. В эту проблему входит строительство орошительных систем и использование воды для орошения кормовых культур. Использование сточных вод на орошение – это один из лучших методов утилизации сточных вод. Это общепризнано во всем мире. И на территории Казахстана уже сейчас эксплуатируется порядка 25 тысяч гектар орошаемых именно сточными водами крупных городов Казахстана. Институт КАЗГИ Проводкос ведет научные исследования по проблеме озера Сурбулак, направленные на выявление влияния орошения сточными водами на окружающие земли. Нам необходимо знать, как поведут себя почвы под влиянием воздействия сточной воды, каков будет режим грунтовых вод, что произойдет с засолением почв, как будет вести себя культурная сельскохозяйственная растительность на этих землях, какие элементы сточных вод будут накапливаться в почве в виде солей и других каких-то вредных элементов. И результаты этих исследований будут нужны в последующем при эксплуатации массива орошения, тогда, когда сельхозники туда придут и начнут выращивать урожай, ну и пользоваться будут этими рекомендациями. Заместитель директора института КАЗ Гипроводхоз по научной работе Александр Владимирович Землянников назвал самую кардинальную проблему – не допустить неблагоприятных последствий при орошении полей сточными водами. Вот почему необходимы эти исследования. Важно выяснить, не превышают ли накапливающиеся в клетках растений допустимые концентрации вредных веществ. Начальник химической лаборатории объединения Алмата-Амелиорация Тамара Антонна Васильева. Еженедельно на озере Сварбулак наша лаборатория отбирает пробы на анализ воды. И сейчас, собственно, при отборе проб определяются свыше 20 компонентов. Среди них тяжелые металлы. Тяжелые металлы на сегодняшний день, в общем-то, ни разу не разрегистрированы больше норм для водоемов рыбохозяйственных. Содержание тяжелых металлов в воде, в растворимой форме, будем говорить, на порядок ниже, чем для водоемов хозяйственных бытового назначения. Или, можно сказать, что это в 10 раз, в общем-то, ниже практически. Значит, меди почти нет, цинка очень мало, кадмия, ртуть не обнаруживается. Кроме того, у нас заключен договор с областной санэпидстанцией, которая в течение вегетационного периода в данном створе отбирает пробы на микрофлору. За весь период патогенная микрофлора ими здесь, в данном створе, не обнаружена. То есть болезнетворные микробы не попадают на почву. Кроме всего прочего, параллельно, параллельно, по договорам нам выполняют анализы на тяжелые металлы. Казмеханобр выполнял лабораторию рудгеологии. Институты именно Сатпаева. Собственно, и они, ну все вот данные, на данный момент, они очень имеют близкие, собственно, сходимые результаты. Ну, здесь мы бываем обычно на землях нашего кооперативных. Худенко, который подчиняется посолмотамелиорации. Все наши участки, в прошлом году три участка поливались. В общем-то, всходы были неплохие. Сейчас, наверное, участки с вами, которые сдам только в этом году, первый год будет поливаться. Ну, мы стоим на поле, где очень хорошие всходы. Вечменя, и я думаю, если будет все в порядке с водой, если все в порядке будет с растительной техникой, то будет неплохой, должен быть неплохой урожай. И влияние сочных вод на землю будем надеяться, что не окажется. Да, конечно, тем более мы контроль этот постоянно держим. Если какие-то вдруг будут наблюдаться процессы засоления или, может быть, еще что-то, значит, наверное, сразу же будем принимать конкретные меры. Всесторонние анализы, постоянный контроль за влиянием сточных вод сорбулака на растения позволяют сделать вывод о возможности выращивания кормов на прилегающих массивах. Сточные воды проходят, как видим, аналитические измерения с использованием современной вычислительной техники. Особо отметим, к качеству используемых сточных вод требования такие же, как для других объектов хозяйственного назначения. Итог этих проверок однозначный. Вредных, негативных последствий не обнаружено. Сейчас трудно представить, что не так давно эти ухоженные поля были пустыней. Использование сточных вод превратило эти земли в цветущий оазис. Авторитетная, независимая комиссия ученых и специалистов на заседании Совета Министров Казахской ССР подтвердила выводы об устойчивости сооружений на накопителе сорбулак. Эффективность полной утилизации сточных вод города Алматы после их очистки доказывают и сотрудники института КАЗ Гипроводхоз. Предусматривается строительство орошаемых земель на площади 22 тысячи гектаров. Проблема сорбулака будет таким образом окончательно решена. Однако кому-то хочется взбудоражить общественное мнение. Мне понятна озабоченность людей проблемами орошения, проблемами получения экологически чистой продукции растеневодства. Но, однако, нельзя же нагнетать обстановку постоянно, постоянно говорить о том, что это вредно. Ведь надо же слушать и специалистов. Но, к сожалению, специалистов не всегда допускают до средств массовой информации, где мы могли бы объяснить, пояснить обстановку, пояснить ситуацию. А люди некомпетентные заявляют во весь голос о вреде, о вреде орошения сточными водами, о вреде общения с этой продукцией, выращиваемой на сточных водах. Однако, благодаря тому, что продукция на сточных водах находится под постоянным контролем, под постоянным наблюдением специализированных лабораторий, мы считаем, что мы будем постоянно контролировать качество продукции, причем качество продукции не только растеневодческой, но и животноводческой. В Алматинской области сложилась такая обстановка, что требует определенного внимания и заботы, особенно санитарной службы, в деле утилизации сточных вод от города Алматы. По санитарным нормативам, которые действуют на территории Советского Союза, все эти санитарные правила говорят за то, что разрешено полное использование, как дополнительный почвенный метод, сточных вод на орошаемых участках. Разработанные институтом методы утилизации вполне удовлетворяют санитарную службу. Что да, именно вот этим способом и необходимо ее утилизировать на поливаемых участках. Но хотелось бы обратить внимание, что принятое решение нашего Алматинского облсполкома по запрещению отлова рыбы, использованию ее в пищевых продуктах и также охота на водоплавающую птицу, которую очень большое количество имеется в озере, ну, выполняется очень слабо. К этому требованию заместителя главного санитарного врача облсанэпидстанции Анатолия Александровича Лобанова надо отнестись серьезно. Однако у специалистов принятые технические решения по утилизации источных вод не вызывают сомнений. Строится крупная насосная станция. Ее проектная пропускная способность миллион кубометров воды в сутки. Монтируется система гидронасосов, современный пульт управления. Осуществляется большой объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Таких труб для масштабного мелиоративного строительства в этих местах еще не видели. Ежегодно будет вводиться 3,5 тысячи гектаров земель. Эта система мелиорации первый в республике комплекс, в утилизирующий источные воды миллионного города. Очищенная масса воды идет на полив по принципу сколько воды вливается, столько вытекает. А недалеко от Сурбулака строится канал, который в случае необходимости примет избыток воды в три водоема накопителя. Ряд гидросооружений Сурбулака представляет оригинальные инженерные решения. Эта водовыпускная станция возведена на плотине Сурбулака. Она оснащена специальными регулируемыми затворами для подачи воды. Из шлюза по построенному каналу вода идет к целой системе насосных установок. Смонтирована импортная техника, которая забирает каждую минуту тысячи литров воды на полив. Нажатие кнопки и, подчиняясь команде оператора, радугой вспыхивает искусственный дождь над новыми плантациями. Выгода от этого полива двойная. Во-первых, утилизируются сточные воды Алматы. Во-вторых, поддерживается стабильный небезопасный уровень в накопителе Сурбулака. Люди прочно обживают эту прежде неласковую и сушеную зноем землю. Это полевой стан нового земледельческого кооператива Худенковский, названного в честь учеников и последователей Ивана Никифоровича Худенко. Он боролся за возможность стать настоящим хозяином на земле. Его нет. Но есть продолжатели его дела. Худенковцы работают здесь второй год. Послушаем их сами. Проблема Сурбулака стоит огромная. Проблемой Сурбулака занимаются ученые. Проблемой Сурбулака занимается наука. Ну, от вас хотелось бы знать, как вот дела ваши, как вы считаете, будет урожай на приорожении сточными водами или нет? Как с вашей точки зрения, вывод эксплуатационных непосредственных? Ну, как вам сказать, прошлогодний полив неплохие результаты дал. Хотя мы и мало поливали, но в эту году надеемся иметь более, лучше урожай. В прошлом году был период пусконаладочных работ. Много, к сожалению, было. В июне только начали поливать. Если это все не поливать, то все здесь не будет расти. Глюцерна, допустим, берется 4 укоса, а если без полива, он один укос даже не даст. А если на Багаре, значит, если зерновые взять, дают 5 центов, там 10 от силы озимки, а на поливе дает где-то в пределах 40-50 центов с гектара. Вот разница большая. Без этой воды никакой продукции здесь не возьмешь, кроме житника, наверное, до карагача. Карагача тут? Да, карагача тут тоже сыхает. Лето в зимите. Щедрое лето. Пора жатвы. Время подведения итогов нелегкого труда. Глюцерна, ячмень, другие кормовые культуры радуют отличными намолотами. Многие культуры дают по несколько укосов в год. Слаженно работает высокопроизводительная техника на заготовке кормов. Прогрессивный рулонный способ заготовки сена. Растут скирды витаминной продукции для животноводства. Ещё не все проблемы сурбулака решены, но он приносит уже реальную пользу. Преображённая земля оплачивает труд людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова